Ой, друзья, всем привет! Смотрите, кажется, Рио называется, мне писали в комментариях. Он у меня зацвел, такой миленький. Сейчас еще не совсем распустился, вот тут один цветочек уже отцвел, и там семена. Или что-то в этом духе. А вот тут еще три бутончика, и они почти раскрылись уже. Такой молодец! И сейчас покажу вам кисличку, которая у меня тоже уже зацвела. И даже отцвела, и снова зацвела. Сейчас поверну ее. Вот, кто там переживал, что она у меня плохо себя чувствует там, или что-то в этом духе. Вот, видите, маленький цветочек. Розовенький. И вот надо оборвать. Я сейчас... У меня сейчас завтрак. Вот тут, видите, засохшие и цветоносы, и листики висят. Надо оборвать. Так, как всегда, неожиданно сели батарейки. Так вот, кто там переживал, что у меня плохо себя чувствуют растения на подоконнике. Как видите, они довольно хорошо себя чувствуют. Сейчас немного прохладно, но когда бывает тепло, то я выношу их еще и на балкон. То есть, они у меня стоят на подоконнике. Но, как правило, не совсем на подоконнике, а вот здесь, вот на этой грязной тумбочке, в уголке, тут не бывает сильного солнца. Потому что вот этот цветочек, я знаю, он... Ну, я уже просто заметила, скажем так, не первый год он у меня, что на солнышке он себя не очень хорошо чувствует. Вот. И, к слову о том, кто переживал, опять же, за цветы, что они там как-то себя плохо чувствуют или плохо выглядят, А вот этот цветочек я буду пересаживать. Ходит, проверяет везде. Все ли тут так, как должно быть. Так вот, вот этот цветочек я буду пересаживать, потому что ему тесно. Он прям вот просится, чтобы его пересадили. Просто сейчас не могу я найти горшочек, который был бы раза в два побольше, чем этот. Ну, вот прям он здесь вот вплотную сидит. Ну, нет горшочка. И купить я пока не могу, потому что я не люблю разномастные горшки, несмотря на то, что, смотрите, какие они все разномастные. Да, но если уже делать, как бы, хорошие горшочки, да, чтобы они были все в одном стиле, в одном, как бы, как сказать, в одном цвете даже. Даже пусть они будут в разном стиле, но в одном цвете. Вот. И, в общем-то, сейчас пока нет такой возможности, нет таких горшочков, которые бы мне прям безумно понравились, и чтобы я вот купила их. Поэтому пока что вот так все выглядит. И, соответственно, все они будут пересажены. И также вот этот вот, который, по-моему, Рио, да, называется, я его тоже пересажу, потому что он плохо держится в этой, в этом маленьком горшочке. Вот. Наверное, в горшочек поглубже я его посажу, потому что он очень так падает. И сделаю для него отдельную опору. А, кстати говоря, смотрите, тут, оказывается, он еще три раза цвел, и уже тут засохло все. Да. Ну, это, наверное, когда меня не было в городе. Вот. В общем, вот так вот все выглядит. Пышно цветет и замечательно себя чувствует. Так что отчиталась. Привет, друзья. Наконец-то к пятнице погода наладилась. В общем, я думала, это никогда не случится. Ходила сейчас, так запланировала день, что, в общем, ходила и на почту, и в магнит, и еще алиски вкусняшки купила. Собственно, пошла я вообще платить за телефон, но не совсем за телефон. То есть, если помните, у меня был конкурс с вопросами. И там один из победителей, их было три. А один из победителей... А, нет, не этот конкурс. Я уже запуталась. У меня просто два конкурса. Один я устраивала, другой в сотрудничестве с другим каналом. Так вот, это был другой конкурс, который я устраивала в сотрудничестве с другим каналом. И там победитель, он отказался от приза и, как бы, решил получить денежную компенсацию стоимости этого приза на телефон. Вот. В общем-то, я пошла, собственно, платить ему денежку класть на телефон, а телефон забыла дома. Вот. Так что, сейчас еще раз пойду, посмотрю, если у меня осталось, то, в принципе, я рассчитываю сейчас их ему положить. Вот. И сейчас покажу вам, что я купила для Алиски и что еще приобрела. Так. Во-первых, зашла на почту, пришла вот такая посылочка. Я подозреваю, что это пришли шортики. И распаковку буду снимать, наверное, на следующей неделе, потому что сегодня уже не успею, но в любом случае она будет. И надо будет помирить уже и в видео, наверное, сказать, подходят они или нет. У меня есть из этой же серии одно из крайних видео с распаковкой маечки, тоже из этой серии. Вот. В общем, видео будет отдельно. Потом хочу вам показать, что вау-вау-вау, мы все-таки тоже взяли эти ножи. В общем, у меня мама в самый последний момент решила, что стоит поучаствовать в этом, в этой акции. Вот. И мы хотели брать два универсальных ножа, но, как известно, все уже разобрали. Поэтому я выбрала то, что как бы мне интересно. Большой поварской нож, он просто огромный, он не влезает в кадр. Вот. И универсальный. Здесь очень прикольно. Крышечка на магнитах. И внутри они вот так вот выглядят. Уложенные. Кстати, смотрите, здесь на кончике ножа защитная крышечка. Это так круто, ну, чтобы не порезаться там, не тыкнуть кого-нибудь случайно. Вот. И очень плотно закрывается. И давайте большой посмотрим. О, он божественен. Не думала, что мне так понравится. В общем-то, как все это дело было. Мы совершенно не собирали наклейки. Вернее, собирали, но их отдавали. Вот я, Анне Анлике, моей дорогой подружке, привет тебе большой. Я отдала, наверное, свыше сотни наклеек. Я даже их не считала. У меня просто была колоссальная пачка. Вот. И, в общем-то, мы как бы категорически не планировали никакие ножи покупать, собирать эти все наклейки. Но в последний момент у меня мама решила, почему бы не поучаствовать. Потому что наклеек-то вообще стали давать очень много, даже больше, чем у тебя по чеку проходит. Вот. В общем, мама мне говорит, иди, получи наклейки. Потому что к нам в магазин завезли как бы новую партию наклейок. И там за каждый чек выдают наклейки и больше, чем у тебя проходит. А так как мне как бы нужно делать отчет, я собираю чеки за все покупки. Во-первых, я сканирую покупки. Во-вторых, я каждый месяц делаю отчет, сколько мы, какую сумму тратим на продукты в месяц, на еду там и прочие какие-то отвлеченные товары. В общем, сколько денег уходит в месяц на всякие покупки такого плана, как бы, ну, хозяйственные, ходовые, еда, вот то, что постоянно нужно. Вот. И у меня накопилось чеков очень много, то есть где-то за три с лишним месяца. Получается, март, апрель, май, начало июня. Вот. И я, в общем, собрала все эти чеки, пошла к нам рядом с домом в магазин. И, значит, мне выдали где-то 150 наклеек. Вот. И, соответственно, хватило так, что один нож у меня получился полностью, так сказать, за, ну, полностью за минимальную стоимость, да, то есть он ушел за 98 наклеек. И второй за 54 наклейки он стоил, по-моему, мне что-то в районе половины цены. Ну, в общем, я уже не помню, книжечки у меня забрали с наклейками. Вот. В общем, мы теперь счастливые обладатели вот таких вот ножей. На самом деле, ножей у нас достаточно много, но просто интересно, действительно, высокого ли качества данные ножи и вообще попробовать их в применении. То есть, хорошая ли сталь, хорошо ли будет резать, нужно ли его подтачивать. Вот. В общем-то, я так вижу, что, видимо, точить его не нужно. Вот. В общем, будем пробовать. И, если интересно, потом расскажу, если вы в таком деле не участвовали, то расскажу, как эти ножи в работе вообще, как бы, ну, стоят они того. То есть, вот, я смотрела по ценам, некоторые ножи очень дорогие, просто невероятно дорогие. И, там, и 6 тысяч, я просто не представляю, как может столько стоить нож. Вот. И, в общем, зашла я в зоомагазин. Вообще, хотела посмотреть для Алиски какие-то успокоительные средства, но в итоге набрала ей вкусняшек. Вкусняшек и витаминов. В общем, я пошла посмотреть что-то типа как успокоительное, вот, когда мы ездим на дачу, чтобы она меньше волновалась в этот момент. Ну, как она, вот, когда на руках у меня едет, все замечательно. Когда она в сумке, это сумасшедший дом. Вот. И, в общем, в итоге оказалось, что качественные, успокоительные стоят порядка 2,5 тысяч за маленькую ампулу с жидкостью, которую добавляют в еду. Вот. В общем-то, это, ну, как бы, я не готова на такую сумму. Я думала, ну, рублей 300. Вот, в общем, мне посоветовали насыпать в переноску кошачью мяту. Вот. В общем, не знаю, может быть, в этот раз попробовать. У меня есть рассыпчатая кошачья мята. Может быть, опробовать этот вариант в этот раз. Потому что в прошлый раз мы ездили на коленках, а вот в позапрошлый раз я брала ее в сумке. И она всю дорогу орала. Чего вообще никогда не было. Она обычно либо ее тошнит, либо она испражняется там, либо у нее просто слюни постоянно текут. Вот, меня больше, как бы, слюни беспокоят. Но когда она идет в разнос, в переноске, это вообще полный песец. Вот. В общем, в итоге, никаких таких я капель и прочего ей не взяла. Я выбрала ей витамины. Значит, вот такие фитамины я уже ей давала. У нас есть из этой же серии фитамины против шерстяных комочков в желудке. Ну, для выведения, по-моему. А это комплексные для иммунитета. Если интересно вообще, что я даю кошке, какие витамины, пишите. Будет отдельное видео. Вот. Также взяла вот такие. Вот. Это у нас появилась новая фирма. Вот это Мурмикс. Я такого никогда не видела. Но это, скажем так, более-менее нормальные по цене. Ну, из разряда бюджетных. То есть, видите, 89 рублей. Не слишком дорого. И здесь приличный состав. То есть, здесь вот в составе злаки, мясо, жиры и масла. Там вот даже молоко есть. Минералы, водоросли. В общем, более-менее хороший состав. И, в принципе, из разряда бюджетных. Вот я выбрала для ухода за зубами. Хочу попробовать, потому что иногда Алиска как на тебя дыхнет. Просто ужас. Хоть стой, хоть падай. Какими-то рыбными отходами просто несет. Вот. И, в общем, еще вот такой вот с кошачьей мятой. Она просто балдеет от кошачьей мяты. У нас были витамины комплексные, по-моему, омега-3, что ли. Вот я, к сожалению, выкинула коробочку с мятой. И она просто балдела от них. Это были божественные витамины. Ей прям сносило башню. Вот. И еще взяла вот такие колбаски. Это тоже новинка из серии Мурмикс. Так, у нас здесь ягненок. Вот. Кролик с печенкой и ягненок с индейкой. Значит, у нас тут получается... У них сейчас акция, так как это новая марка. Они продают 3 по цене 2. То есть 57 рублей стоит 1 штучка. Там еще какая-то скидка идет. В общем, они мне стоили, по-моему, 109 рублей. Так, сейчас я вам чек покажу. Вот. Давайте посмотрим. Значит, лакомство Мурмикс. 2 по 36. Вот. Видите, не по 57, а 2 по 36. И... Что еще? Снеки. Снеки по 55. А, тут все. Я поняла. Тут мне еще скидку сделали. Вот. В чем прикол. Мне еще скидку сделали по карточке. У меня есть карточка. 4 лапы. Вот. Магазин 4 лапы. Вот. Так что вот такие цены, если кому интересно. У нас Алиска очень любит всякие колбаски копченые. Я хотела еще одни взять. Но так как я взяла вот эти по акции, те брать не стала. Тоже новая ферма. Мы такие не пробовали. Если интересно, расскажу потом. Может быть, даже если кому интересно устроить пустые баночки домашних животных. Пишите в комментариях, если интересно. Обязательно будет такое видео. И подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх. И увидимся в новых видео. Пока-пока. Увидимся даже быстрее. Увидимся на даче. Но это, наверное, будет отдельный влог. Пока-пока. 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 Продолжение следует...